Приветствуем зрителей канала Тагил ТВ. В нашем эфире новости. В студии Олег Шкварков. Коротко о событиях понедельника, 27 сентября. Сдадут в октябре. У 13-й школы на Северном завершается строительство школьного стадиона. Водителям о пешеходах. В городе устанавливают новые светофоры с дополнительной информационной секцией. Интересное дело выйти за порог и удивиться миру. В Международный день туризма своими историями делятся будущие турагенты, опытные профессионалы, блогер-путешественник. Сдадим в октябре. Муниципальное предприятие Тагилдорстрой завершает начатую в июне реконструкцию спортивной площадки школы номер 13. Летом вандалы вредили и портили уже установленные конструкции. Тем не менее, строители доводят начатое до конца. Каким будет новый стадион, увидел Алексей Алексеев. Масштабная работа по строительству и реконструкции спортивных площадок на территории школ ведется в городе уже несколько лет. Обновленный стадион получит и 13-я школа, расположенная в микрорайоне Северный. В 2022 образовательное учреждение отметит 80-летие. Состояние территории, предназначенной для занятий спортом, не соответствовало требованиям нынешнего времени. Созданы прекрасные условия для занятий спортом, физической культурой, для проведения времени, для физического развития, для подготовки, сдачи норм ГТО. Я думаю, что дети это оценят и будут радовать нас своими успехами. Это очень большой подарок, я думаю, на многие поколения детей еще рассчитаны. Муниципальное предприятие Тагилдорстрой постелило искусственный газон на футбольном поле. Уложено резиновое покрытие на беговых дорожках, универсальных спортивных площадках. Появились полосы препятствия, установленные тренажеры, наружное освещение. Заасфальтирована площадка для строевой подготовки кадетов, что в смету не входило. Их в школе номер 13 обучается 250, почти треть от общего количества детей. Площадку асфальтирования сделали за школой, нам тоже очень много лет не приводилось в хорошем состоянии. Площадку сделали спортивную, подходы тоже все сделали. Остались доработки, то есть это земляные работы, посев, я думаю, в середине, наверное, октября уже будет все сдано. Судя по всему, некоторая задержка по срокам может произойти с установкой ограждения. Однако решением этой проблемы активно занимаются. Общая сумма затрат на реконструкцию составит 20 миллионов рублей. Таких тагильчане еще не видели. В городе появились два новых светофорных объекта. Их монтаж специалисты муниципального предприятия «Сигнал-3» закончили на улице Горошникова у гостиницы «Демидов-Плаза» и в восточном шоссе возле цементно-шиферного завода. Светофоры станут частью ИТС – интеллектуальной транспортной системы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Новшество в появлении на светофорах дополнительной информационной секции для водителей. Это позволит нам включить в систему автоматизированную систему управления дорожным движением данные объекты и регулировать потоки транспорта. То есть включать зеленую волну, то есть пропускать транспорт в направлении Зажинского района. Всего в рамках развития ИТС в Нижнем Тагиле реконструируют и построят 26 светофорных объектов. 12 из них абсолютно новые. Остальные будут модернизированы. Закончить их монтаж планируют в ноябре. Интересно это дело – выходить за порог. Посмотреть мир можно разными путями. Для кого-то это даже становится профессией. В Международный день туризма рассказываем вам истории будущих турагентов, опытного профессионала и блогера, для которого путешествие – это любимое хобби. Приемная кампания этого года в Нижне-Тагильском колледже имени Демидова показала небывалый ажиотаж на специальность «Туризм». Конкурс был четыре человека на место. Почему в период пандемии и закрытых границ профессия стала такой популярной у тагильских абитуриентов? Эта профессия поможет больше познать мир, что-то новое для себя увидеть или узнать. И пандемия, как таковая, она не была камнем преткновения, потому что, в конце концов, внутренний туризм никто не отменял. Например, река Чусовая. Туда приезжают туристы из Германии, из Франции, множество туристов. Особенно из Китая. Они это очень любят. И цель как-то больше навестись на внутренний туризм Нижнего Тагила именно, чтобы распространить, что вот такой город у нас хороший, у нас развивается все. Вдохновляются молодые люди не только родным краем. Из зарубежных направлений интересуются в основном Америкой. А красивые картинки подсматривают у тревел-блогеров. Орел и Решка. Каждый раз смотрю их и такая... Как классно. Имеет золотую карту. Да. За людям проект. Мне тоже интересен... Вот интересны эти тревел-блогеры, которые ездят именно в горячие точки. Афганистан, там... Ну, Иран. Пока студенты еще полны надежд и мечтаний, опытные турменеджеры рассказывают о реалиях сферы туризма. На данной работе человек должен быть всегда на позитиве. Он должен быть психологом, чтобы общаться, располагать всегда человека к себе. И когда ты вошел уже в доверие, можно уже говорить о какой-то продаже тура. Светлана работает в Сурильной больше 10 лет. Начинала менеджером и уже 7 лет владеет собственным турагентством. Начинать было, конечно, сложно. Нужно было полностью нарабатывать базу, но зато у меня появились крылья, я могла заниматься вообще хоть чем. Сфера туризма изменилась за последние два года. Теперь перед вылетом на каждого человека формируют флайпасс. Это анкета по образцу страны прибытия, куда прикрепляют результаты ПЦР и оформляют страховку от невылета по любым причинам. Это очень, скажу, тяжело, но было тяжелее в прошлом году, потому что люди не понимали, что делать. Была такая, скажем, истерика, вот этот ажиотаж. В пандемию, она считает, на плаву удалось удержаться именно тем, кто занимался внутренними направлениями. А для начинающих у нее только один совет. Конечно, нужно идти в туристическое агентство и к опытным, хорошим менеджерам, которые тебя всему научат. Благодаря им ты будешь получать информацию ту, которую тебе не даст ни один, ни институт, ни техникум. То есть вот эти заведения, они дают в основном базу, географию, то, что вообще не пригодится в работе. Путешествия могут быть и хобби. Игорь Клинтухов приехал на Урал из Казахстана поступать в институт. Я был поражен просто той природой, теми горами, скалами и вообще теми людьми, которые там живут. И это не могло меня, наверное, не заразить тогда и не сподвигнуть к началу путешествий. Со временем появился блок, в котором Игорь рассказывает о своих маршрутах. Из каждой поездки, как правило, ты приезжаешь не тем человеком, которым был. И вот эти вот воспоминания или вот эти изменения ты хочешь, как правило, в себе отразить и запечатлеть их. Блог и стал вот той самой записной книжкой, которую я по сей день веду, но еще и добавок она оказалась довольно интересным, учтивым для других людей. Игорь занимается продвижением компаний в интернете и организует походы. По его словам, путешествие дает то, что не купишь за деньги, интересное знакомство и впечатление. Я сам себе постоянно это говорю. Просто делай. Делай то, о чем ты думаешь. Но делай это с душой. И тогда все получится. Я думаю, что если каждый будет жить по такому принципу, то мир станет гораздо интереснее, веселее и ярче. Способов увидеть мир, конечно, гораздо больше. Каждый выбирает путь по душе. Главное начать, а приключения приложатся. Пеги-пес, бегущий краем моря. Произаически сложный для постановки материал по повести Чингиза Айтматова. На него замахнулись нижне-тагильской драме. Постановку предложил краснодарский режиссер, номинант «Золотой маски» Даниил Безносов. И вот первая премьера сезона в драматическом театре. Море и суша – стихии в вечном противоборстве. А между ними маленький человек. 11-летнему Кириску предстоит впервые выйти в море. И там станет ясно, быть ему охотником или нет. В трагическое плавание, где охотников ждет буря и великий туман, мальчик уходит со старейшиной клана отцом и дядей. Но вернуться из него предстоит только ему, продолжателю рода малочисленного народа Нивхи. Для меня это история о такой жертве ради своей семьи. Может даже не семьи, а просто близких себе людей. Ты должен все равно делать для другого человека все возможное, чтобы ему было хорошо. Спектакль «Пеги-пес. Бегущий краем моря» краснодарского режиссера Даниила Безносова по повести Чингиза Этматова словно вырывает зрителей сумасшедшего городского ритма и уносит по размеренным волнам щемящей человеческой истории и мифологических мотивов о рыбе-женщине и сотворительнице мира Утке Лувр. Чтобы погрузить артистов в нужное состояние, дать почувствовать природу, как это умели охотники Нивхи, режиссер проводил репетиции в лесу. Еще одна сложность была в том, как переложить очень мелодичный повествовательный язык прозы на театральный лад. Инценировка подразумевает убирание ремарок из прозаического текста. А там одна сплошная ремарка, там же нет диалоговых сцен. Поэтому всю историю приходилось играть как прозу, создавая при этом диалог. Вот с этим были все заморочки. А заморочкой для главного героя его исполняет новый актер тагильской драмы Илья Головин. Как уже взрослому человеку играть маленького мальчика, да так, чтобы и не смешно, и не утрировано. Мы с Данилом Александровичем быстро нашли решение, какое-то самочувствие этого ребенка, те же самые оценки его, наверное, более такое подробное восприятие мира, открывание чего-то нового постоянно. В основном 11 лет. Спектакль старались сделать максимально аутентичным. В костюмах за референсы взяты одежды малого народа из музеев Нивхов. И если тут особой сложности не возникло, то с музыкой композитору и аранжировщику Ольге Хайдулиной пришлось проделать кропотливую работу. У них там заканга, это то же самое, что варган или хмус, и музыкальное бревно. Музыкальное бревно? Да, это вешается в такой высушенную ясень, и они у палками стучат. И на основе тех небольших интервью, где присутствует Нивский язык, просто хотя бы услышать фонетику, Ольга, это она напевает там все эти ай-техай, которые, естественно, к Нивскому языку не имеют. Это просто фонетически схожие звучания. Эта работа Даниила Безносова в Нижне-Тагильском драматическом уже вторая. Зритель знает его Головлёв и Маменька. Если в прошлый раз классический материал выбор театра, то нынче у режиссёра была полная свобода действий. Говорит, что история охотников Нивхов лично ему близка. Станет ли она близка тагильскому зрителю, покажет время. Далее актуальная тема. С заместителем главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егором Копысовым поговорим о завершении сезона ремонта дорог и общественных территорий. Не прощаюсь.